Береженого и Бог бережет. Уже в середине уходящей недели, за несколько дней до первого снега, на гомельских СТО самые сознательные автовладельцы, те, кто помнит о безопасности на дороге. У гомельчанина Андрея Волосянкина 12 лет водительского стажа. Сменил не одну легковушку и по собственному опыту знает, зимняя дорога таит неприятные сюрпризы. Откладывать до последнего замену летней резины на зимнюю в привычках не имеет. Резину меняю, так как уже отрицательные температуры и гололедица будет образовываться. У меня маленький ребенок и я всегда думаю об этом. Всем известно, на скользкой дороге машина ведет себя более уверенно на зимней резине. Остаточная высота рисунка протектора более 4 миллиметров обеспечивает хорошее сцепление с дорожным покрытием и устойчивость транспорта. Это важно, потому что на зимней дороге часто все решает одно единственное мгновение. Человек за рулем несет ответственность не только за себя, но и за жизнь пассажиров и пешеходов. А потому долгие рассуждения менять или не менять летнюю резину на зимнюю излишни. Зимняя резина начинает работать уже с 5 градусов. То есть переобуваться можно не в декабре, не в ноябре, а уже в сентябре даже, если температура соответственно около 5 градусов. Тормозной путь получается у машины короче по сравнению с летней, потому что летняя резина, она становится более деревянной, дубеет. Она более устойчива, соответственно, она при разгоне даже, она не скользит, потому что машина ведется более адекватно, она более управляемая. Однако к таким доводам и рекомендациям переобуть свой автомобиль прислушиваются не все. И вот результат. Только в Гомеле в день, когда выпал первый снег, два десятка аварий. Причины очевидны. Летняя резина, несоблюдение дистанции, нарушение скоростного режима и спешка. Сотрудники госавтоинспекции советуют придерживаться зимнего стиля вождения. Дорога ошибок не прощает. Об этом напомнил и Всемирный день памяти жертв ДТП, которые отметили на уходящей неделе. Только за 22-й год на дорогах региона погибли 65 человек. Еще около 400 получили травмы. Как показывает жизнь, несоблюдение правил дорожного движения всегда ведет к печальному исходу. Правила одинаково работающие для всех. В разное время в ДТП погибли Владимир Мулявин, принцесса Диана, Виктор Цой, Айсидора Дункан и другие известные личности. Накануне в Гомеле зажгли 65 свеч. Ровно столько жизни оборвалось в результате ДТП на дорогах Гомельщины с начала этого года. Еще раз хотелось бы обратиться ко всем абсолютно участникам дорожного движения. Быть бдительными и осторожными. Неважно, управляйте вы транспортным средством, либо двигайтесь в пешем порядке. Необходимо быть максимально внимательными на дороге. Водителям, конечно же, стоит помнить о том, что они управляют средством повышенной опасности. Пешеходам также стоит помнить о том, что их безопасность в их руках. Поэтому при пересечении проезжей части необходимо убедиться в безопасности своего перехода. Убедиться в том, что водитель увидел вас. И транспортное средство остановится до того, как вы начнете переходить проезжую часть дороги. В ближайшие дни на территории Гомельской области будут продолжаться снегопады. Тем, кто еще не доехал до автомеханика, совет поторопиться. С 1 декабря самым непонятливым за отсутствие зимней резины грозит еще и штраф. Наталья Игнатенко, Вероника Котова, Игорь Марищенко, Александр Чернышевич. Новости недели.